Приветствуем вас на нашем канале. На семейство Примадонны, а в особенности ее супруга Максима Галкина, продолжают лица потоки негатива. Отъезд звездной четы в Израиль наделал немало шума. Теперь возмущенные речи юмориста и молчание Пугачевой вызвали новые подозрения. За несколько месяцев эмиграции некогда любимица всей страны Пугачева не произнесла ни слова относительно спецоперации на Украине. Зато ее супруг Максим Галкин хранить молчание и не думал. Провокационные обращения появляются в микроблоге комика в Инстаграме с завидной регулярностью. Звездные коллеги Примадонны и Галкина разделились на два лагеря. Одни поддерживают семейство, призывают срочно прекратить травлю в сети, а другие решили разорвать все связи с артистами. Продюсер Леонид Дзюник уверен, что Примадонна молчит неспроста. По его мнению, именно Пугачева надоумила супруга ополчиться против России и теперь подсказывает ему, что и когда нужно говорить. Так что настаивать на том, что Алла Борисовна мудро остается в стороне от разразившегося скандала неверно. Я категорически не согласен с выступлениями Максима Галкина, и я прекрасно понимаю, что все его заявления оговаривались в семье. Алла Борисовна не стояла в стороне от всего того, что произошло, уверенно заявил Дзюник. Сама Пугачева по-прежнему не отвечает ни на нападки звездных коллег, ни на негативные комментарии соотечественников. Лишь недавно звезду вывела из себя публичное оскорбление в ее адрес, появившееся прямо на фасаде Останкина. Долго говорить Примадонна не стала, а лишь опубликовала в своем микроблоге пост, в котором заявила, чем ниже интеллект, тем громче оскорбление. Несмотря на происходящее, артистка уверяет, что вовсе не собирается оставаться в Израиле насовсем. В сентябре ее дети должны начать новый учебный год в элитной школе в Подмосковье, так что уже ко дню знаний знаменитость планирует вернуться в столицу. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.